Продолжение следует... Мы начнем. Этот вебинар будет записан. Потом я могу вам его прислать, если будет необходимость. Напишите мне в чате, если это будет надо, либо напишите мне на почту. Цель нашего вебинара сегодня – показать вам, как сформулировать цену за комплект предложения с 30x. Какая информация вам нужна от вашего клиента, чтобы включить все необходимые составляющие. Четыре ключевых момента помогут вам составить корректное предложение для клиента. Первое – узнать клиента. Оценка потребности клиента. Узнать, что для клиента является самым важным в использовании телефонии и что он хотел бы улучшить. Следующее – это оценка их текущей среды и определение того, готовы ли они к OIP. Следующее – это планирование вашего предложения, основываясь на полученную информацию о потребностях клиента и текущей ситуации, его пожелания. И последнее – это предложение, решение, которое удовлетворит клиента в полной мере. Итак, первое, что вам нужно сделать – это оценить текущую ситуацию клиента. Вы можете сделать это, задав несколько вопросов, которые помогут вам раскрыть их мотивацию. Сначала спросите, зачем им новая телефонная система. Телефонные системы – это значительные инвестиции, и большинство компаний не будут спешить с покупкой новой системы без веских причин. Причины могут быть следующие – переезд в новый офис, требуется обновление или продление существующего решения, но оно слишком дорогое. Их текущее решение устарело. Они хотят использовать мобильность и гибкость. Может быть, что-то им не нравится в нынешней системе, например, функции удобства пользования. Вы не узнаете, пока не спросите. Затем узнаете, кто их текущий поставщик и сколько они в настоящее время платят. Это поможет вам сравнить ваши решения и цены с конкурентами. Помимо того, чтобы выяснить, почему они собираются купить новую систему, выясните, какие потребности наиболее важны для них. Спросите, как сотрудники на самом деле используют систему. Какие инструменты они считают полезными. Спросите мнение у офисного администратора, поскольку они взаимодействуют с большим количеством функций, чем большинство сотрудников. Узнайте об их бизнесе, поинтересуйтесь, чем они занимаются, их целями на следующий год. Если они планируют расширяться, то хорошо знать об этом заранее, чтобы вы могли разработать систему, масштабируемую с минимальными усилиями. Используйте эту информацию, чтобы рассказать о функциях 3CX, которые помогут еще больше сэкономить им средств, увеличить эффективность. Например, ваш клиент – это компания с небольшим колл-центром, которая хочет использовать нашу функцию панели колл-центра. Расскажите им, что есть еще возможность использовать такие функции, как управление записью разговоров, вклинивание, подсказки, прослушивание текущего разговора, которые помогут им при обучении новых сотрудников. Точно так же у вас может быть клиент, который использует офис для управления своей телефонной книгой, но при этом обрабатывает звонки вручную. Расскажите им о нашей интеграции с офис 365. Наконец, узнаете у них о сроках, когда им необходимо установить 3CX или, например, дата открытия нового офиса. Когда дело доходит до понимания мотивации покупателей, очень важно заранее задавать правильные вопросы. Чем больше информации вы сможете собрать на этом этапе, тем лучше. Это поможет вам определить функции, от которых они выигрывают. Больше всего скорректировать цены, чтобы приблизиться к их ожиданиям. Понять, с чем вам придется конкурировать. С их действующим поставщиком или другими поставщиками в тендере. Ожидания клиента от новой системы. После выяснения причин, по которым заказчик хочет перейти на новую систему, вам нужно спросить, каковы его ожидания от нее. Узнайте, какие функции или возможности должны быть обязательно. То есть без которых они просто не могут функционировать. Затем выясните, что еще они хотели бы иметь в плане функционала. При построении предложения цель состоит в том, чтобы учесть все, что необходимо клиенту, а затем представить дополнительные функции, которые будут полезны в работе и помогут увеличить эффективность. Узнайте у клиента следующую информацию. Планирует ли он подключать удаленных или мобильных пользователей? Планирует ли подключать филиалы? Хотят ли они высококлассные бизнес-функции? Ну, например, автосекретарь, очереди вызовов, группы поиска. Хотят ли улучшить обслуживание клиентов с помощью интеграции CRM? Как сотрудники на самом деле используют систему ежедневно? Узнайте, что для клиента самое важное. Аудит текущей инфраструктуры включает в себя следующие моменты. Существование аналоговой линии. Есть ли у них существующие аналоговые линии, которые они хотят сохранить? Если заказчик имеет аналоговые линии и желает их сохранить, потребуется его IP-шлюз. Мы рекомендуем, чтобы при наличии хорошего подключения к интернету вы попытались перевести клиента на сип-транки. Есть ли у них существующие сип-транки, которые они хотят сохранить? Сколько у них входящих линий? И нужно ли им добавить больше? IP-телефоны. Сколько расширений они используют в настоящее время? Нужно ли им больше? Хотят ли они повторно использовать старые телефоны? Если да, то какие? И возможно ли это? Поддерживаются ли они нами? Конечно, проще сказать клиенту, что он может использовать свои старые телефоны. Но имейте в виду, что старые устаревшие модели будут сложнее настроить. Они будут иметь потенциальные проблемы с безопасностью, никогда не будут иметь такого же удобства использования, как современные. Управляйте ожиданиями клиента, объясните, что старые устаревшие телефоны удовлетворят только тех пользователей, кто минимально их использует. Если у клиента менее 20 телефонов, то не стоит оставлять старые аппараты, а лучше сменить на новые. Выясните, нужны ли им телефоны для конференц-залов. CRM интеграции. Потребуется ли клиенту интеграция с CRM? С его помощью клиент может обеспечить более качественное обслуживание клиентов. Если клиент хочет этого, проверьте, какую CRM-систему он использует и поддерживается ли эта система нами. Если нет, то в этом случае есть возможность дополнительного заработка для вас на разработке интеграции для клиента и ее установки. Следующее. Смартфоны и гарнитуры. Выясните, будут ли удаленные пользователи, будут ли они использовать 4G? Что еще? Каким пользователям требуются служебные телефоны? Какие модели смартфонов они используют? Расскажите также про наши аппликации и возможности работать удаленно. Выясните, нужны ли пользователям гарнитуры, наушники, микрофоны. Это хорошая возможность дополнительного заработка. Выясните, есть ли у клиентов филиалы, где они находятся, сколько там пользователей, какие функции будут необходимы. У многих клиентов представительства в Москве, например, и филиалы по всей России. То есть есть возможность подключить всех. Следующее. Функционал контакта или колл-центра. Требуется ли клиенту функциональность колл-центра? Возможность ставить вызовы в очередь, направлять их агентам, отчетность, которая предлагается в функции колл-центра. Это все позволит ему отслеживать производительность агента и обслуживание клиентов. И последнее. Это облако или локально. То есть где его размещать? Будут ли они более склонны размещаться в облаке или локально? Если клиенту необходимо размещение в облаке, то уточните, в каком облаке? В частном, управляемом IT-администратором? То есть это поможет вам и может стать уникальным аргументом в пользу дополнительной продажи. Если в облаке под их управлением, то тоже как выясните эту информацию? Если локально, то на какой машине? На существующем сервере или на устройстве мини-пси? Linux или Windows? Всю эту информацию необходимо узнать. Что касается вебинаров, записей, я их записываю. Этот вебинар я записываю, я вам потом перешлю вместе с дополнительной информацией. У меня подготовлена анкета на русском и английском языке с вопросами для клиентов. То есть эта анкета вам поможет. Эти все вопросы, про которые мы сейчас говорим, то, что мы обговариваем, там они компактно составлены в анкету. Анкета и дополнительная информация. Я вам вышлю вместе с этой презентацией, вместе с этим вебинаром. Вебинар вам будет доступен в течение семи дней. Вебинары, которые мы будем публиковать на YouTube, я запишу немножко позже. А предыдущие вебинары, онбординг и продажи 3CX, я запишу, скорее всего, на этой неделе и тоже вышлю вам. Продолжим. Аудит текущей системы связи. Проведение обзора или аудита текущей сети и офисной среды является очень важной частью предложения новой телефонной системы и предоставления точной стоимости. Основные вопросы, на которые вам нужно будет обратить внимание во время аудита, следующие. У них аналоговая система или она основана на IP? Готова ли сеть к ВУАйПи? Ну, хотя бы для LAN. Есть ли у них переключатели ПОИ? Есть ли у них межсетевой экран с поддержкой ВУАйПи? Можно ли получить к нему доступ для создания правил переадресации портов? Сможете ли вы отключить СИП АЛГАМ? Имеет ли заказчик достаточную скорость интернета для поддержки удаленных пользователей, филиалов или поставщиков услуг ВУАйПи? Есть ли у них существующий сервер с достаточной мощностью, чтобы добавить дополнительную виртуальную машину? Если у них его нет, есть ли в серверной стойке место для другого сервера? Планирование вашего предложения. Когда вы понимаете потребности и ожидания ваших клиентов от системы, вы можете составить предложение. Окончательная стоимость предложения будет состоять из четырех ключевых элементов. Лицензия 30x, ваш сервер или стоимость хостинга, ваш септранк и стоимость оборудования. Для начала работайте с лицензионным предложением. То есть выясните, какая лицензия им необходима. Мы уже обсуждали это на предыдущих вебинарах, но еще раз повторимся, еще раз расскажу, что стоимость 30x основана на количестве одновременных вызовов, поэтому вам нужно знать, сколько звонков потребуется клиенту при максимальном использовании, чтобы вы могли указать подходящую лицензию 30x. Одновременные вызовы включают внутренние и внешние вызовы. Как правило, вы можете использовать следующую формулу, которую я тоже уже озвучивала ранее. Это количество пользователей делим на три. Далее определитесь с изданием, то есть с редакцией 30x. В 30x доступны три редакции. Стандартная включает большинство необходимых функций. Pro добавляет очереди вызовов, интеграцию с CRM-отчеты, запись разговоров и другие функции повышения производительности. Enterprise добавляет функции колл-центра, корпоративный брендинг, логотип на IP-телефоне, отказоустойчивый кластер и детальный административный контроль. Затем добавьте в стоимость любого приобретаемого комплекта ваши сип-каналы и хостинг. 3CX не предлагает их, поэтому вам нужно будет выбрать самому и связаться с ними напрямую, чтобы найти лучшее предложение. Мы делаем это для того, чтобы быть более эластичными для своих клиентов и дать вам возможность дополнительного заработка. Это отличает нас от многих конкурентов, которые взимают плату за универсальные комплекты предложений, и иногда эта плата бывает слишком высока. Дополнительные услуги. После того, как вы составили основу для своего предложения, вы можете рассмотреть дополнительные услуги, которые вы можете предложить для увеличения своего дохода. Мы, опять же, этот вопрос рассматривали на предыдущих вебинарах, но повторюсь еще раз. Первое – это обучение. Обучение – это достаточно крупная затрата времени для установки каждого клиента. Очень важно обеспечить эффективное использование системы. То есть, если вы установите новую телефонную систему и предоставите клиенту самим разбираться с ней, скорее всего, он не будет так доволен, потому что он не знает всего функционала. Обучение системного администратора не менее важно. Найдите время, чтобы посидеть с ним, с этим человеком, который будет отвечать за настройку расширения, технические действия, если это не вы. И обучите, чтобы ему не приходилось так часто звонить вам, когда это будет необходимо или необходимо будет сделать какие-то изменения. То же самое с офисным администратором. Они будут иметь дело с большим количеством функций системы, чем средний сотрудник. Так же, как обучение системных администраторов, это даст им инструменты, чтобы быть уверенными в использовании новой системы. Следующая – техническая поддержка. Ключевая часть постоянного дохода, которую вы не должны упускать из виду. Вы можете предложить экстренную поддержку, техническую поддержку 24 на 7 или определенное количество часов обслуживания в месяц. Установка и настройка, удаление старой системы. Учли ли вы время, необходимое для установки. Плюс удаление старой системы. На распаковку и сборку каждого телефона требуется примерно 1 минута. Если вашему клиенту потребуется 60 новых телефонов, 100 – это дополнительное время оплачиваемого труда. Следующее – можете ли вы предоставить интеграцию с CRM и разработку голосовых приложений – CallFlow Design. CRM позволит увеличить эффективность клиенту и качество обслуживания. Потоки вызовов, то есть CallFlow Design, важны для большинства предприятий, так как они отображают, как должен обрабатываться вызов с момента поступления звонка в телефонную систему до момента, когда вызывающий абонент повесит трубку. То есть хорошо спланированный поток вызовов имеет очень важное значение для хорошего обслуживания клиента. Лизинг – аренда телефонов АТС. Лизинг – это хороший вариант для закрытия продажи. Клиентам не нужно покупать телефоны напрямую. Они могут арендовать их у вас. Вместо того, чтобы платить тысячи за один первоначальный платеж, вы можете предложить им легкость низких ежемесячных платежей. И таким образом ваше предложение становится более доступным для клиентов и дольет вам больший доход. Последняя – это презентация предложения. Начните с небольшого представления вашей компании и ее ценности. Например, мы основали 3CX в 2005 году с целью сделать коммуникационные решения корпоративного уровня, доступные для среднего рынка. За эти 15 лет мы прошли очень долгий путь. И в настоящее время 3CX – это международная организация, чьи услуги клиенты используют во всем мире. 250 тысяч установок в 190 странах и офисов 12 из них. Это презентация 3CX. Таким же образом вы можете сделать презентацию представления своей компании. Расскажите, что отличает вас от ваших конкурентов. Потому что при участии в тендере вы не единственный участник и участвует в более одной компании. Вы можете начать свое предложение, например, наша компания гарантирует вам то-то и то-то. Например, техническую поддержку 24 на 7. Или в отличие от других системных интеграторов на рынке, мы произвели интеграцию с тем-то и с тем-то. Или единственные на рынке, которые предлагают такую-то и такую-то услугу. Найдите свои уникальные особенности, что вас отличает от конкурентов. Затем сделайте краткий обзор 3CX. У нас есть контент, доступный в вашем наборе маркетинговых инструментов, которые вы можете использовать. Как я показывала на первом вебинаре, про ваш партнерский портал, это находится в разделе ресурсы, маркетинговые материалы. Если вы нажмете на российский флаг, на русском, вы получите все маркетинговые материалы. Там есть презентации, там есть логотипы, баннеры. Очень много информации, которая поможет вам при продаже. После этого объясните клиенту, почему 3CX – это решение, которое вы предлагаете. Исходя из конкретных потребностей и требований клиентов, обрисуйте особенности системы, покажите им, что именно будет включать их система, как вы планируете ее проектировать. Выделите функции, которые им важно иметь, без которых они не могут работать, а также все уникальные функции, которые вы добавили. Если есть возможность включить еще и дополнительные уникальные функции за дополнительную плату, расскажите об этой возможности. Может быть, им не нужно сейчас, а в будущем они запомнят и обратятся к вам. Разбейте стоимость на составные части, оговорите следующие шаги и сроки развертывания. Последнее – это внедрение системы. Предложение составлено. Заказчик согласился на работу. И теперь вы выполняете ее. Подготовьтесь. Перед развертыванием у заказчика. Очень важно. Во-первых, установить 30x у себя и знакомиться с ним. NFR-ключи, про которые тоже мы неоднократно говорили. У вас есть два NFR-ключа. Уровня Enterprise – ключ. Ключ уровня Enterprise для вашего использования внутри компании. Второй – ключ Professional для тестов. Важно, чтобы вы их активизировали и важно, чтобы вы их использовали. Пройдите обучение. 30x – технические вебинары, которые в данный момент тоже у нас проходят, проводит мой коллега Олег. Сегодня у нас будет вторая часть Intermediate курса, чтобы вы сдали на сертификацию, если еще не успели это сделать. Поэтому обучающие курсы важны. Получение сертификатов также. Сертификат – это не только знания. Курсы – это не только знания. Это также и статус. То есть в определенный момент партнеров определенного уровня мы публикуем у нас на веб-сайте. И как я уже говорила ранее, когда клиент заходит на наш веб-сайт и выбирает партнеров, он в принципе не особо с вами знаком. Очень важно описание и очень важен уровень сертификации. Из двух партнеров, например, серебряного уровня у одного будет Basic сертификация, а у второго все три – Basic, Intermediate, Advanced. Как вы думаете, кого он выберет? Конечно же, того, у кого больше сертификатов. Это показывает вашу компетенцию. После этого подготовьтесь к развертыванию с ключевой информацией, которая вам понадобится во время установки. Наличие ноу-хау информации является ключом к тому, чтобы выглядеть профессионально и выполнять свою работу качественно. Развертывание за пределами площадки и пробный запуск перед основной установкой. Лучший способ сократить время, простое вашего клиента – это настроить большинство функций перед тем, как отправиться в офис. Вы можете заранее настроить большинство функций в собственном офисе. Сделав это, вы сможете явиться к клиенту и потратить совсем немного его времени на фактическое развертывание. Ограничит его время, в течение которого вы будете работать. Ограничит и ваше время, и его время. Поможет вам выглядеть более эффективно и профессионально. Очень важно запланировать дальнейшие встречи. То есть фоллоуап клиента после развертывания очень важен. Он обеспечит удовлетворенность, хороший сервис, лояльность. Назначит встречу через 1-2 недели после завершения развертывания. Цель этой встречи, например, может быть убедиться, что все работает так, как должно, и что все сотрудники чувствуют себя комфортно с новой системой. Что еще более важно, это гарантирует удовлетворенность клиента, его лояльность. Это вам поможет улучшить и репутацию, и стать хорошим ориентиром для будущих работ. Потому что, естественно, клиенты общаются друг с другом, они вас могут порекомендовать, рассказать, как все хорошо прошло, как им нравится система, как им понравилось ваше обслуживание, и порекомендовать вас следующему клиенту. То есть, таким образом вы увеличите свой портфель клиентов. Так. Как лучше, хорошо бы получить разработанный вами шаблон КП для потенциальных клиентов 30x? Так как лучше разработчика, никто не знает, что особенного предлагать и как. Знаете как, у нас закончилась презентация, сейчас вопросы, сейчас мы можем обсудить по поводу, как и кому предлагать. Естественно, когда вы знаете про 30x, про весь функционал, мы можем обсуждать это очень долго и детально, но это будет вебинар на несколько часов, если мы будем по всем функциям проходить. Очень важно определиться с вашим клиентом, кто ваш клиент. Например, вы фокусируетесь больше на госучреждения, вы фокусируетесь на колл-центры, вы фокусируетесь на медицинские учреждения и так далее, и так далее. Если у вас есть свой определенный клиент, тогда вы знаете, что ему предлагать. У вас уже рука набита, и вы понимаете, какие функции в каком бизнесе наиболее важны. Как я уже сказала, я пришлю вам анкеты, которые хорошо было бы давать клиентам в начале. То есть вы задаете вопросы, не просто задаете вопросы, а он уже на них отвечает. Или вы сможете выслать им заранее клиенту и прийти уже с готовым решением, потому что он вам пришлет ответы. Мы иногда с партнерами созваниваемся перед конкретным проектом и обсуждаем, как его лучше предложить. Что лучше, например, данной конкретной организации, мы можем какое предложение сделать. Поэтому если у вас возникают какие-то сомнения, у вас есть проект, позвоните мне. Мы с вами сядем, подумаем вместе, проговорим весь функционал, потому что каждая организация очень индивидуальна, у каждого свои потребности. Кто-то хочет все бесплатно, кто-то хочет максимальный функционал. Очень разные клиенты, причем они могут быть в одной бизнес-сфере. Поэтому я всегда буду рада получить ваш звонок и ответить на любые вопросы. Мы можем сделать веб-митинг с вами. Я вам тоже покажу и веб-страницу, и портал ваш клиентский, и мы все можем обсудить. Если у вас какие-то вопросы, пишите в чате или пишите мне на электронную почту. Это моя электронная почта. Если возникают вопросы, смело пишите. Я вышлю вам сегодняшний вебинар, я вышлю вам презентацию, я вышлю вам анкету. Я буду рада с вами пообщаться с каждым индивидуально и помочь вам составить предложения для клиентов. То есть первые коммерческие предложения мы можем составлять вместе. Смело звоните, пишите. Я была рада с вами пообщаться, я была рада, что вы присоединились ко мне сегодня. Если вопросов нет, то я думаю, что мы можем заканчивать. Если вопросы появятся, тогда пишите мне на электронную почту. Я пришлю всем опросники. Я пришлю вам всем и презентацию, и вебинары, и опросники. Если что-то еще необходимо, тоже пишите. Как я уже говорила, очень индивидуально у каждого. У нас как раз на прошлой неделе мы с партнером сидели и обсуждали его предложение. Сложный был такой клиент. Мы, наверное, час сидели, но мы нашли решение. Мы нашли то, что может его заинтересовать. Поэтому смело звоните. Одна голова хорошо, две лучше. Хорошо, коллеги. Если вопросов нет, мы заканчиваем. Еще раз спасибо большое, что присутствовали сегодня. Следующий вебинар будет через неделю. Мы поговорим про функции колл-центра. Присоединится мой коллега, технически подкованный, опытный. Он является и нашим коллегой, и нашим дистрибьютором. То есть у него очень большой опыт. Вы сможете задавать технические вопросы уже. У него есть опыт реальной работы с клиентами. Поэтому я думаю, что это будет очень ценно. Также мы планируем вебинар с IP-матикой. Точнее, IP-матика планирует вебинар по call-flow-дизайн. Это очень сложная тема, такая насыщенная. Если у вас есть конкретные вопросы по call-flow-дизайну, вы смело можете присылать мне, чтобы мы подготовились к презентации и поставили ответы на вопросы в презентацию. И если вам необходимы еще какие-то вебинарные темы, тоже смело пишите. Технические курсы уже идут. На прошлой неделе было две части для Basic уровня сертификации. На этой неделе у нас идет Intermediate курсы. Сегодня будет второй день Intermediate курсов. Вы можете еще успеть записаться. Я вам тоже могу скинуть линки на эти обучения технические. Третий адванс курсы технические будут в октябре. Тоже я вам пришлю информацию. Да. Единственное, что он не записывает эти курсы. Я вам могу скинуть записи на YouTube IP-матике. IP-матика тоже проводила технические обучения в июле, и они записали свои курсы. Они записали эти обучения. И у них на YouTube-канале они сохранились. Я вам могу тоже скинуть линк. Так как все еще присутствуют, я вам расскажу одну историю. У нас недавно была история одного клиента из, по-моему, из Испании. Ну, испаноговорящая страна, либо это была Латинская Америка, либо Испания. Клиент не знал, как начать продажи 3CX. И тут он нашел клиента, гольф-клуб. Он пришел в гольф-клуб установить им 3CX. Условие гольф-клуба было такое, что они устанавливают аппликацию каждому клиенту, чтобы у клиента было удобство, когда он находится на своей площадке. Гольф-площадке, она достаточно далеко, чтобы он мог быстренько позвонить на рецепшен или оператору. Ему нужно было закачать аппликацию 3CX. Так вот, условием нашего партнера было, чтобы он закачивал аппликацию сам лично, каждому клиенту. Он потратил достаточное время. Каждому клиенту гольф-клуба он на его мобильный телефон закачивал аппликацию 3CX, рассказывал весь функционал. Что вы думаете, эти клиенты, естественно, клиенты гольф-клуба, это предприниматели. Им это понравилось. Они стали давать ему визитки. Они стали его спрашивать, а можешь ли ты у меня в офисе установить 3CX. И сейчас этот клиент является титановым партнером. Этот наш партнер стал титановым, потому что у него появилось огромное количество клиентов только из-за одного первого гольф-клуба, в который он пришел с решением 3CX. Поэтому история успеха есть. Очень важно не упустить этот момент, увидеть этот шанс и использовать его. Да, я всем вам желаю найти своего уникального клиента, найти свой уникальный шанс и не упустить возможности. Ну, естественно, я всегда готова вам помочь. Я заинтересована в том, чтобы вы развивались, чтобы развивался ваш бизнес. Поэтому всегда пишите, звоните, я буду рада. Если необходимо что-то очень срочно, например, в какое-то, не знаю, время после работы, пишите мне e-mails и в сабжекте пишите асаб, да, что очень срочное, не требующее отлагательства. Потому что временные рамки у нас разные. Я знаю, что Екатеринбург, Владивосток, Грузия, то есть у нас очень разные временные рамки. И мы иногда необходимо решить вопрос, который уже не вписывается в мое рабочее время, но я всегда готова помочь вам. Ладно, коллеги, мы уже начинаем перетрачивать наше время. Спасибо вам еще раз большое за то, что присутствовали сегодня на вебинаре. Всего вам хорошего, удачи и ждите от меня письма со всей информацией. Спасибо вам большое. До свидания.